Всем привет! С вами Александр Сергеевич и вы на канале Ворота своими руками. Если у вас есть автоматика для ворот, то скорее всего у вас есть либо такой пульт, либо такой пульт. Если ваши ворота перестают работать, вы скорее всего говорите, ой, пульт сломался. Но в 90% случаев просто сила батарейка. Когда речь заходит о подарейках, вы скорее всего думаете об таких, либо об таких. Но вы же понимаете, что они попросту не вместятся. У каждой батарейки есть свое название. Допустим, у этого АА, а это ААА. АА мы называем пальчиком, а ААА мы называем мизинчиком. А какие же батарейки используются в пультах? Чаще всего используют батарейки CR2016, А23 и А27. Эти батарейки по размеру очень похожи, поэтому будьте внимательны при выборе ваших батареек. Вы можете купить себе вместо АААМ ААА27 ААА АААА23. И в итоге не вместится в пульт. И хотя эта батарейка по размеру меньшая, чем и пальчиковая и мизинчиковая, все же ее напряжение почти в 10 раз больше, чем те. Вот в этих пультах как раз сели батарейки. Сейчас я вам покажу, как запросто поменять у этих пультовые батарейки. Раскручиваем болтики или винтики. Пишите в комментариях, что это. Их тут три. Вытаскиваем плату. Вытягиваем вот этот черненький чехольчик, который открывает нашу батарейку. Вот, вытаскиваем старые батарейки. Их тут две. Сверху на крышечке есть плюсик. У этих батареек есть тоже свои полюса. Вот плюсик и вот минус. Вставляем мы две батарейки обязательно стороной плюса. Вот, вторая и вставляем. Потом видим, что здесь плюсы есть. Все отлично. И на заяц вставляем чехольчик. Потом мы засовываем их в корпус. И обратно завинчиваем. Вот пока я завинчиваю, вы можете поставить лайк и подписаться на наш канал. Всегда полезная информация о воротах. То есть для этого пульта достаточно. Три винтика, две батарейки, отвертка и внимательность. У этого пульта тип батарейки А23. Так что с 12 вольт. И как понять, что здесь батарейка практически села? У этого пульта лампочка должна гореть ровным цветом, не мигать. И лампочка мигает. Этот пульт-то и привязан к воротам. Нажимаем, сушаем. Ничего. Посмотрим, сможем ли открыть и ворота этим пультом после замены батарейки на новую. Для пульта нам нужна отвертка, новая батарейка и терпение. Ведь и в этом пульте есть нюанс. Открываем корпус, достаем плату и видим свою старую батарейку. Выбрасываем. Вставляем аккуратно минусовые части батарейки. Обратите внимание, на батарейках обычно написано плюс и где минус. Минусовой частью вставляем там, где пружина. Пружина должна соприкасаться ровно в центре плоской части батарейки. Вот так. Только у этого пульта есть нюанс. Дело в том, что батарейка может слететь просто с аккуратного соприкосновения. И может испортить кому-то настроение. Вставляем назад плату в корпус. И закручиваем три винта назад. Если только почувствуете сопротивление пульта к винту, остановитесь. Иначе в следующий раз вы попросту не сможете открыть пульт. Вот так и просто можно было заменить батарейки у пульта. А можно было сдать в ремонт. С вами был Александр Сергеевич. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И переходите по ссылке ниже в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok